В данном мастер-классе я вам покажу, как притачать кокетку к полочке и спинке мужской рубашки. Потому что у многих это вызывает сложность. Для меня лично это самый простой способ, которым можно обработать кокетку. Кокетка у меня будет двойная. Верхняя кокетка у меня вырезана по косой, потому что у меня клетка. Если у вас обычная однотонная ткань или ткань какой-нибудь другой рисунок, не в клетку, либо даже вы можете вырезать кокетку, даже если клетчатая она, можно вырезать ее по долевой. Я обычно вырезаю кокетку по долевой, чтобы вот здесь было долевая. Но в данном варианте я просто посмотрю, недостаточно и по обычной. То есть долевая идет вот так, поперечная. А желательно кокетку вырезать по долевой, чтобы долевая нить шла вот так. Но у меня тут с тканью немножко проблемы были, поэтому это уже ваше дело. По косой у меня верхняя кокетка, нижняя кокетка у меня вырезана обычно, или по долевой, или по поперечной. И полочка, естественно, у меня тоже вырезана нормально. Для того, чтобы... Так, начинай сначала вот как. У меня спинка. И на спинке у меня по модели необходимо сделать две складки. Ну, в мужской рубашке, либо в мальчиковой, детской рубашке, обычно делаются складочки. Они могут быть по центру сделать, обычно делается бонтовая вот такая складочка. Вот, еще делаются петельки тут. Но мы это делать не будем. Но в данной модели у меня две складочки. Обычные, направленные в сторону праймы. Вот так вот. Я просто делаю и закалываю их. Вот, соединяю их по насечкам. Смотрите. Вот. Я их соединила здесь. Если у вас, у модели нету, не предусмотрены никакие складочки, то, естественно, это делать не надо. Все, вот видите, я сложила. Желательно это прострочить, закрепить. Так, допустим, я уже это все прошила. Мне будет достаточно и так. Теперь я беру кокетку. Кокетка верхняя, которая у меня по косой. Так, где у меня тут изнаночная лицевая? Так вот. Накладываю ее на этот срез. Уравнивая тоже срез, рассечки. Так вот, рассечки у меня здесь нет. Сейчас я ее поставлю. То есть, вот смотрите, я так вот складываю пополам. И еще середину. И вот так вот небольшую растечку. Можно это просто пометить мелком. Так вот. Я уравниваю. Так. Прикалываю. Так. И так вот сюда. Так вот у меня. Вот так. Тоже скалываю. Можно приметать. Можно прям сразу под машину кулачить. Так вот. Я скалываю. Шовчики. Теперь я беру вторую кокетку. Так. Вот у меня изнанка. Понимаете. И. Вот у меня лежит лицо. Вот это лицо. Я накладываю сюда этот. И совмещаю опять же швы. Так. Здесь у меня опять нету рассечки. Тоже я так вот на чуть-чуть. Так. Опять накладываю. Лицо. Лицевая сторона. Вот. То есть кокетки я складываю лицо с лицом. И между ними я подпихиваю. Вставляю деталь спинки. Вот смотрите. Теперь уравниваем опять же вот это. Так вот. Так. Так. Вот. Посмотрите, что получилось. Это. Вот видите, как получается. и теперь нам надо вот одной вот этой вот строчкой прострочить на машинке можно сначала сметать потом прострочить так вот посмотрите я сделала это я сначала потом я это вывернула положила как две полы вот смотрите вот так и еще вдобавок я прострочила строчку вот видите строчка проложены отстрочила соединила две кокетки вот прям соединил и прострочила так теперь вот что нам надо сделать следующим нам необходимо выровнять кокетку чтобы они были абсолютно симметричны и одинаковы но у меня почти одинаково так вот лишнее то что торчит там я срезаю так это надо сделать сначала с лица потом перевернуть и посмотреть как у нас здесь вот видите здесь тоже вылезает наоборот вот сейчас я вам буду показывать самое как для многих сложное и понять некоторые не могут как это все делается так я положила вот у меня здесь лицо лицо я беру полочку в любую полочку без разницы какую вот я взяла вот эту вот правую полочку и накладываю соответственно ее вот сюда к правому плечи плечи соединяю так но я беру одну кокетку вот видите одна кокетка 2 лежит на месте я ее вот так подсоединяю и скалываю так беру вторую тоже кокетку кокетку полочку то же самое одну оставляю кокетку это не плечевой кокетку у нас будет меня лично заходить на полочку и то же самое скалываю и теперь мне надо проложить строчку здесь и здесь теперь смотрите что я буду делать вот я возьму полочку и скатаю одну вторую то же самое можно сделать со спинкой вообще когда я сама шью я это не делаю но вам чтобы понять не было я все скатала так вот теперь что нам надо сделать так вот теперь возьмите вот чтобы так вот что вот это вот кокетка который мне она болталась и и вы положите вот так вот как бы разверните эту кокетку вот смотрите я показываю я показываю кокетка вот она ее развернула а внутри вот тут у нее как все это скатанное вот это вся рубашка остальные детали и мы теперь берем вот так вот ее прикладываем так вот прикладываем к этому плече опять же как к плечевому срезу это срезу кокетки и опять скалываем немножко не так сделала так удобнее строчить будет так значит вот и прикалываем вот вот видите какая вот у меня конструкция получилась вот то же самое делаю я с второй вот соединяем так и тоже прикалываем вот смотрите вот шов тут кокетки который со спинкой соединяет ее внутри находятся все все детали нашей рубашки а здесь плечи так называемые плечи мы считать их это конечно не плечи шов соединения кокетки с полочками вот и теперь мы прокладываем строчку строчку в строчку вот по этой линии соединяем вот посмотрите я все притачала проложила строчку одну в одну либо чуть-чуть на один миллиметр по дальше и вот теперь это надо вывернуть можно вывернуть через горловину легче всего вот я теперь вытаскиваю все эти детали поворачиваем так вот видите что у меня получилось у меня кокетка я притачала к полочке к спинке две кокетки и все шовчики у меня закрыты аккуратно и красиво кокетка притачена видите осталось только единственное можно проложить вот здесь вот по этому по кокетке по этому шву отделочную строчку с этой стороны и с этой так вот я проложила отделочную строчку в моей модели достаточно одной строчки если у вас по модели 2 thirty упаковки так и здесь все кокетка в наши рубашки готово спасибо за внимание всего вам доброго